Очередную удачную операцию по выщемлению торговцев всяческой полениной, содержащей спирт непонятно какого происхождения, провели первоуральские парни, которые поняли, что можно долго жаловаться, а можно брать дело в свои руки и, даже оставаясь вполне в рамках закона, очень сильно ускорять наступление расплаты для припухших торгашей. Образовали общественную организацию «Трезвый Урал» и стали реально работать. Результаты работы все желающие могут видеть. Вот, например, посетили они Дегтярск, где, как выяснилось, по их части совсем целина не паханая, а спиртобарыги вообще не пуганные и воротят, что хотят, в открытую. Например, пол-литра водки по закону сейчас могут стоить 205 рублей как минимум. И, например, в Екатеринбурге никто не рискнет выставить дешевле, но в Дегтярске парням «Стреть Белодня» отдали чуть недаром. Буквально 10 минут назад мы приобрели бутылку водки контрафактной. Называется она ***. Это водка серии ***. То есть она здесь стоит по 120 рублей всего лишь. Люди ходят, тратятся. А продавцы спавляют народ без всякого грустения совести. Местный участковый, в отличие от торгашей, в магазине на Калинина 60 оказался строгим блюстителем закона и на сигнал общественников среагировал быстро и четко. Водку продавали? Нет. Я думал, что человеку сегодня. Никого ничего не продавал. У нас водки вообще нет. Пожалуйста, пиво. Вот оттуда вот вынесли. Я вынесла. Я вынесла яблоки и виноград. Нет, я говорю, что вы оттуда вынесли. Я вынесла. Смотрите. Ну вот, давайте посмотрим по камерам. Скажи время, Максим. 13.23. 13.23. Включайте камеры на 13.23. Посмотрим, продавали вы водку или нет. Раз уж на то пошло. Понятно, что никаких видеозаписей торговцы паленкой предъявлять не собирались и откровенно тянули резину в надежде, что лопнет терпение у незваных гостей. А сами тем временем шкирили поглубже незаконный товар. Все ушли в подполье. О, о, вручили. Прибрякают уже бутылки. Да, женщины? Я слышу какие. У нас здесь тоже товар. Где бутылки? Все слышат какие бутылки, да? Телефон руководителя можно? Я позвоню руководителю, приглашу его. Хозяйка магазина, которую участковый лично пригласил по телефону, тоже по понятным причинам не спешила. Явился только какой-то громадный мужик, в присутствии которого продавщица вообще обнаглела настолько, что открыто препятствовала офицеру полиции и буквально физически бросалась на него, явно не отражая, чем и где это может для нее закончиться. Я не пущу, потому что присоседующий я не пущу. Не надо меня толкать. Я не отъеду двери. Не надо снимать. Не отъеду ли от двери? Женщина? Нет, не отъеду ли. Чего вы не шикаритесь? Вот тут она немножко одумалась. А большой мужчина, кстати, вообще оказался очень любезен и открыт в общении в стиле я-не-я и лошадь. Ее, наверное, лошадь-то. Моя территория вот. Все. Вот здесь все мое. Вот можете пройти, посмотреть. Это все мое. А вот это-то не ваше? Это нет. Это не ваше. Ну а закончилось все это грандиозным прорывом явно уже перезревшего гнойника. Водка по оконцовке, конечно же, нашлась. Причем ее было немного больше, чем, как уверяла бессовестная барышка, нисколько. Бутылок это на 300. Соответствующие протоколы об административном правонарушении благополучно составлены. Виновные, конечно, будут наказаны. Палево, надо думать, будет уничтожено. Сегодня в городе Дегтярск по улице Калинина 60 вместе с сотрудниками полиции было изъято 49 коробок контрафактной водки.